Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3828, тема «Литература». В конце года и жизни принято подводить итог деятельности в своей и в государстве. Об этом пишут во всех средствах информации. Желают что-то этим исправить? Как это видится по литературе прошлых столетий? И была ли от этих публикаций польза для народа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких массовых средств информации не имели, а для образованных людей были свои альманахи, газеты и журналы. Про народ же говорить не приходится. Кто знал про эти публикации? Там свой уклад, свои поговорки, приметы, сказки, притчи ходячие. Поэты же и писатели очень даже желали исправления общества, избавления от пороков. И писали, конечно же, под присмотром недремлющего ока царской и духовной цензуры. Процеживали и не хуже, чем при советской власти. Вот почему и поэты не все, не все, чем жили, могли высказать или довести до людей хотя бы своего класса. Живое вырезали, кастрировали живую мысль безжалостно. Что не пропускали здесь, то печатали иногда за границей, где подобная информация была кому-то на руку. Путь суров, раскаленное солнце палит, Раскаленные камни дороги, А горячий песок и обострый гранит Ты изранил усталые ноги. И страдалась, измучилась смелая грудь, И стомилась и жажда, и зноем, Но не думая с тяжелой дороги свернуть, И забыться позорным покоем. Дальше путник все дальше, вперед и вперед, Отдых после, он там, пред тобою. Пусть под тень тебя тихая роща зовет, Наклонившись над тихой рекою, И услышишь ты голос, усни, отдохни, Прочь мятежные признаки горя. Позабудься в моей благовонной тени, В тихом лоне зеленого моря. Долг путь твой, суровый, нерадостный путь, О, к чему обрекать эту юную грудь, На борьбу, на тоску и мученье. Друг мой, верься душистому бархату мха, Эта роща вдруг так свежа и тиха, В ней так сладкие минуты забвенья. Ты, я знаю, силен, ты бесстрашно сносил И борьбу, и грозу, и тревоги, Но сильнее открытых, разгневанных сил Этот тайный соблазн полдороги. Дальше, шпутник, поверь, лишь ослабит тебя Миг от рады, миг грез и покоя, И продашь ты все то, что уж сделал, любя, За позорное счастье застоя. 1881 год, Надсон Иоанна 21-22 Что тебе до того? Ты иди за мною! Матфея 28-20 Учай их соблюдать все, что я повелел вам, И сея я с вами во все дни до скончания века. 1 Фессалоникийцам 4-18 И так утешайте друг друга семи словами. Пороки старались заклеймить, высмеять и насадить доброе. Но все упиралось в ветхую природу человека. Без рождения свыше самые добрые намерения Не могли быть усвоены плотью. Слишком неравны были силы плоти и духа. Надела на себя свинья-лисице кожу, Кривляя рожу, моргала, таскала длинный хвост И как лиса ступала. И так во всем она с лисицей сходно стала. Догадки лишь одной свинье не достает. Натура смысла всем свиньям не подает. Но где ж могла свинья-лисице кожу взять? Нетрудно то сказать. Лисица всем зверям подобно умирает. Когда она себе найти, где есть, не знает. И люди с голоду на свете много мрут, А почти те, которые врут. Таким от рока суд бывает. Он хлеб их отымает, И путемкам вранью тем вечно пресекает. В наряде всем везде пошла свинья бродить И стала всех бронить. Лисицам всем прямым, ругаясь, говорила. На ту роде меня одну лисой родила, А вы де все ноги не стойте моей, За тем, что родились от подлых вы свиней. Теперь, теперь я в гости я сидеть ко льву сбираюсь. Лишь с ним я повидаюсь, Ему я буду друг, Не делая услуг. Но будет сам стоять, А я у него лягу. Неужто он меня так примет, Как бродягу? Дорога у свинья вела с собою речь. Не думаю, чтоб лев позволил мне там лечь, Где все пред ним стоят знатнейший света звери. Однако в те же двери и я к нему войду. Я стану перед ним, как знатный зверь в виду. Пришла пред льва свинья и милости просила. Хоть подлая и тварь, но много говорила. Однако все врала, И с глупости она ослом льва назвала. Не вшел тем лев во гнев. С презрением на нее он, глядя, рассмеялся, И так ей говорил. Я мало бы ту жил, Когда б с тобой свинья вовеки не видался. Тот час знал я, что ты свинья. Так тщетно чилась ты лисою подбегать, Чтоб врать. Родился я во свет не для свиных поклонов. Я не страшусь огромов. Нет в свете семь того, Чтоб мой смутило дух. Была б ты не свинья, Так знал бы... Так знала бы, кто я, И знал бы обо мне, Какой свет носит слух. И так нашла свинья, Пред львом не полежа. И так наша свинья Пред львом не полежала. Пошла домой с стыдом, Но идучи роптала, Ворчала, мычала, кричала, визжала, И в ярости себя стократно проклинала. Потом сказала, Зачем меня несло со львами спознаваться? Когда мне рог велел всегда в грязи валяться. Михаил Ломоносов, Притча 26.1 Как снег летом и дождь во время жатвы, Так честь неприлично глупому. Лука 14.10 Но когда зван будешь, придя, Садись на последнее место, Чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, Друг, пересядь выше, Тогда будет тебе честь Пред сидящими с тобою. На всех никогда не угодишь, А потому эту затею Не стоит и притворять в жизнь. Нужно слушать, Что подсказывает совесть на молитве, Как наши действия согласуются с Библией. Слон-живописец написал пейзаж, Но раньше, чем послал его на вернисаж, Он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Извергнут или вознесут? Ценители пришли, Картину слон открыл. Кто дальше встал, Кто подошел поближе? Ну что же, Начал крокодил. Пейзаж хорош, Но Нила я не вижу. Что Нила нет, В том нет большой беды, Сказал тюлень. Но где снега, Где льды? Позвольте, Удивился крот, Есть кое-что важнее, Чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, Заметил свинья. Картина удалась друзьям, Но с точки зрения нас, Свиней, Должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон, Опять за краски взялся он, И всем друзьям, По мере сил слоновьи, Кистью угодил. Изобразив снега, И лед, И нил, И дуб, И огород, И даже мед. На случай, Если вдруг медведь придет, Картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж, И прошептали, Яралаш. Мой друг, Не будь таким слоном, Советом следуй, Но с умом. На всех друзей не угодишь, Себе же только навредишь. Сергей Михалков. Лука 6, 26. Горе вам, Когда все люди будут говорить о вас хорошо, Ибо так поступали С лжепророками отцы их. Исправить мир невозможно без Бога. Когда же у человека есть вера, Он вникает в Слово Божие И доверяет Богу. И доверяется Богу. Спит дряхлый мир, Спит старец обветшалый. Под грустной тенью ночного покрывала, Едва согрета остатками огня, Уже давно погаснувшего дня. Спи, старец, спи, От радного покоя минуты Усладят заботы седины, Воспоминаниям минувшей старины. И, может быть, В тебе зажжется ретевое, Огнем страстей, Погаснувших давно, И вспыхнет для тебя Прекрасное былое. И, может быть, Распустится зерном В тебе давно угасшей Жизни силы, И новой жизни, Жизнью заглопшие могилы, Печальный мир Повеют над тобой. И снова ты проснешься От дремоты, И снова, юноша, С пылающей душой, Забудешь старые, Утраченные годы, И будешь жить ты Жизнью молодой, Как в первый день Создания природы. Нет, Тот же все проснулся ты, Такой же дряхлый, Обветшалый, Еще дряхлей Без покрывала, Вскрой безобразие Ноготы, Опять под брачной Ризой ночи, Под дельным блеском Красоты Ты не мои Обманешь очи. 1838 год, Некрасов, Исаия 8, 22, И взглянут вверх И посмотрят на землю, И вот горе и мрак, Густая тьма, И будут повержены во тьму, Но не всегда будет мрак там, Где теперь он сгустел. Если бы даже самые лучшие поэты Были рождены свыше, У них все было бы направлено на то, Чтобы познавать волю всеблагого Бога. Они бы каждое свое слово Сверяли с вечным Евангелием. Но так как авторитет Библии Стоял практически на нуле, И у поэтов, То и результат их заклинаний Стать лучше, Тоже часто равнялся нулю. Часто с тобою мы спорили, Умер, осилить не мог, Сердцем правдивым и любящим Мелких и крупных тревог. Кончились споры, Знать правильней жил ты Ни в кривь и ни в кось. Ты победил, Галилеянин, Сердце твое порвалось. Случевский. Псалом 108, 22. Ибо я беден и нищ, И сердце мое Уязвлено во мне. Притча 23, 26. Сын мой, Отдай сердце твое мне, И глаза твои Да наблюдают пути мои. Иеремия 23, 9. Сердце мое во мне раздирается, Все кости мои сотрясаются, Я как пьяный, Как человек, Которого одолело вино, Ради Господа И ради святых Слов его. Что Новый год, То новых дум, Желаний и надежд, Исполнен легковерный ум, И мудрых, И невежд. Лишь тот, Кто под землей сокрыт, Надежды в сердце не таит. Давно ли ликовал народ И радовался мир, Когда рождался прошлый год При звуках чаш и лир, И чье суровое чело Лучом надежды не цвело. Но меньше ль видел он могил, Вражды и нищеты. В нем каждый день Убийца был Какой-нибудь мечты. Не пощадил он никого И не дал людям ничего. При звуках тех же чаш и лир Обычной чередой Бесстрастный гость Вступает в мир Бесстрастную стопой. И в тех лишь нет надежды Вновь, в ком навсегда Застыла кровь. Нас давит времени рука, Нас изнуряет труд, Всесилен случай, Жизнь хрупка. Живем мы для минут. И то, что с жизни взято раз, Не в силах рок Отнять у нас. 1851 год. Николай Некрасов. Римлянам 7.18. Ибо знаю, что не живет во мне, То есть в плоти моей добрая, Потому что желание добра Есть во мне. Но чтобы сделать оное, Того не нахожу. Иеремия 11.12. Пойдут и воззовут к богам, Которым они кадят. Но они нисколько не помогут им Во время бедствия их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...